Ну что, девчонки, приступим к макияжу. Сейчас на моем лице нет ничего, кроме того, что я умылась и протерла лицо тоником. Поэтому начну я с витамина С. Это первый этап даже не макияжа, не знаю, подготовки к макияжу, как я его называю. Это сыворотка суперконцентрированная, 12,5% витамином С от Kiehl's марки. Самая концентрированная сыворотка с витамином С, которая у меня когда-либо была. Она немного пощипывает, но реально работает. Кстати, пишите, если интересно, на тему сывороток с витамином С я сейчас много чего тестирую. У меня, наверное, штук, не знаю, 10 сейчас в наличии в активной ротации, в активном тестировании. Поэтому, если интересно, какие лучшие, какие не очень, ставьте лайки, пишите под видео. Мы дали сыворотке несколько минут впитаться и сейчас можем приступать к тону. И обычно после лета, еще у многих из нас немного кожи, немножко с загаром. Этот загар не хочется полностью прикрывать. Обычно эта кожа более чистая, более красивая, более сияющая. Поэтому я выбираю что-то такое полупрозрачное, как этот продукт от Urban Decay. Называется Urban Defense Tinted Moisturizer. Он имеет SPF 20. Очень его люблю. Все лето носила. И сейчас еще когда... Еще какие-то последние остатки загара на лице тоже мне очень нравятся. Но сейчас у меня уже темноват, поэтому что я делаю? Я его смешиваю с жидким хайлайтером. И это трюк, как добавить сияние вашему тону и как адаптировать немного цвет. Например, в моем случае он немного темноват, поэтому я его буду смешивать с хайлайтером посветлее, оттенка холодного. Или же наоборот, если ваша любимая тональная основа сейчас для вас светловато, то вы можете в нее немного добавить несколько капель более теплого оттенка хайлайтера. Вот какой-то такой более золотистый, карамельный. Это от Tarte. Все линки и названия, как обычно, будут внизу. И таким образом адаптировать свой тон. Итак, мы сегодня будем добавлять немного вот этого вот Tinted Moisturizer от Tarte. И в него немного добавлять жидкого хайлайтера. Это The Body Shop. Все это смешивая пальчиками, вы можете использовать тот метод, который вам нравится. Но именно такие продукты, как этот от Urban Decay Tinted Moisturizer, или BB, или CC. Все, что содержит в себе SPF, я люблю наносить пальчиками. Так как от тепла рук эти продукты немного нагреваются и лучше впитываются, как-то, не знаю, смешиваются с вашей кожей, не лежат просто как отдельный слой поверх кожи. Нанесла немного блеска для губ натурального оттенка, для того, чтобы губки напитались, пока мы отойдем до них. Обычно это какая-то гигиеническая помада, но сейчас то, что было под рукой. Итак, немного добавим консилера под глазки. Я все лето с огромным удовольствием и сейчас использую MAC Mineralize Concealer в оттенке NW20. Вот так вот он выглядит. Он очень легкий, суперлегкий под глазками. Он мне нравился летом. Почему? Потому что я летом ношу вот такие, как я уже сказала, полупрозрачные основы, больше такие, как тинты с SPF, больше акцент на защиту, нежели на покрытие. И с такими полупрозрачными основами, когда ты наносишь реально плотный, супер перекрывающий консилер под глаза, то он очень виден. А вот этот, он тоже имеет такую очень легкую полупрозрачную текстуру и натуральный финиш, поэтому он просто идеально сочетался с этими всеми основами. Опять же, вы можете использовать пальчики, как я это часто делаю. Еще мне для консилера очень нравится эта вот кисть. Вы ее знаете уже в столетней давности. Но очень она мне нравится. Я еще ничего лучше нее для нанесения растушевки консилера не нашла. Вот вы видите, он очень изумляет на лице. Он самую малость прикрыл, увлажнил, напитал эту зону, но не бросается в глаза, как что-то искусственное. И он очень-очень легкий, увлажняющий. Далее, немного кремового бронзера. Я очень люблю на это еще загорелое лицо, не наносить пудровых текстур, не припудривать ни румян, ни пудры, ни бронзера, ничего вот пудрового. Я очень люблю это вот такое еще лоснящее сияние, такое здоровое. Поэтому у нас сегодня будет кремовый бронзер, кремовый хайлайтер, кремовый румяна, все исключительно кремовых текстур. Это известный бронзер от Chanel, в одном оттенке единственном. Вы меня спрашивали, как он мне. Вы мне спрашивали, если я рекомендую его купить. Я обычно на этот вопрос отвечаю, да, если это для вас не огромные деньги. Потому что он реально крутой, но он не золотой, знаете. Поэтому если вы себе его можете позволить легко, то да, он реально классный. Если это для вас как бы напряга, ну финансово, то я не думаю, что он того стоит, потому что, ну, как бы чудес он не сотворит. Да, он классный, текстура классная, оттенок хороший, универсальный. Немного теплее, чем я люблю, но даже на мне он оранжевым не смотрится. Как бы мне все нравится, но все равно, мне кажется, его цена завышена. Далее румяшки. И это у нас будут исключительно кремовые, как я сказала, текстуры. Все лето и сейчас продолжаю пользоваться вот этими вот двумя продуктами. Они просто шикарны. Это моя новинка от NARS. Я вам их показывала в покупках из Америки. И это, по-моему, из коллекции весенней. Lip and Cheek Tint от Guerlain. Вот в такой вот мимишной упаковочке. Они очень похожи между собой. Если хотите, я нанесу один на одну сторону, другой на другую, для того, чтобы вы сравнили. Почему я хочу это делать? Потому что у многих из вас нет доступа к продукции NARS. Да, это я заказываю с Sephora. Это я покупала, когда я была в Америке. Или я заказываю сюда через посредников. На Guerlain у нас есть везде. Поэтому такая очень доступная и классная альтернатива. Колпачок здесь снимается. И дальше откручивается так же, как лак для ногтей. И имеет даже похожую кисточку, как у лака для ногтей. Изначально оттенок выглядит очень таким кислотным. Но вы сейчас посмотрите, насколько он натуральный. Вот он эффект, который он дает. Это эффект очень такой свежей, молодой, ясной, сияющей кожи. И на другую щечку нанесу вот эти вот кремовые, точнее говоря, жидкие румяна от NARS. Они тоже очень жидкие и тоже, на первый взгляд, очень кислотный оттенок. Как вы видите, очень оттенок похож. Не пугайтесь, сейчас мы с этим делом разберемся. Я, как вы, наверное, знаете, если вы много лет смотрите мой канал, я очень люблю кремовые текстуры. Прям очень-очень. Мне кажется, ничего натуральнее, чем кремовый или жидкий хайлайтер, бронзер румяна быть не может. Вот он примерно оттенок, как он смотрится. Здесь больше, наверное, разница от света, нежели от продукта. Далее, брови я оформлю привычным мне вариантом. Это пудра тени от Art Deco 520. Кстати, я заказала два карандаша, которыми очень советовала моя бровиня, или как назвать, да, мастер по бровям. Это карандаши от Art Deco в оттенках 3 и 6. Очень удачные оттенки. Я их тестировала у нее и в тот же день заказала. Прям, 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 прям не могу дождаться. Но так я понимаю, что продукт Art Deco – это неплохой выбор для бровей. Вот и все. Сейчас закрепим брови при помощи геля для бровей от Yves Samurans. Потом уже внизу вам все оттенки напишу, чтобы сейчас не терять время. Он очень сильно фиксирует брови. Кому из вас нравится прям такой боевой стойкости брови, то это оно. Я их не сглаживаю при помощи щеточки для бровей, а наоборот их так распушаю и немного приподнимаю наверх для объема и более такого, знаете, не зализанного образа, более такой casual. Далее перейдем к глазкам. И я вам сейчас покажу то, чем я очень люблю пользоваться, когда еще на лице немного хотя бы загара. Это пигмент от MAC в оттенке Tan. Кстати, только сейчас обозрела, что он так и называется загар. Но он прям, когда на лице загар, он прямо потрясающий. Он всегда потрясающий. Но с загорелым лицом это прям то. И под пигмент я буду использовать Pro Longwear Paint Pot, тоже от MAC в оттенке Bare Study. Но если у вас ничего похожего нету, это и база под тени, и кремовые, немного сатиновые тени. Если ничего подобного нету, можно просто использовать праймер для век, типа вот как от Inglot Eyeshadow Primer. Пальчиком наношу кремовые тени. Это Paint Pot. Вот как видите, я очень люблю летом, осенью, всегда, если честно, круглый год, минимализм, люблю практичность, люблю быстроту. Сейчас такое все быстрое, что некогда, если честно, 35 кисточек использовать, а потом их все 35 мыть. Поэтому я вам показываю то, как у меня обычная ежедневная рутина. Набираю немного пигмента прямо на кисть и вот так вбиваю, знаете, вот так при... прибиваю к веку, потому что если мы сразу будем растушевывать, оно все рассыпется. Вы знаете, пигменты, они очень концентрированные, и эта текстура рассыпчатая. Они имеют сумасшедшую отдачу цветовую, очень красивые финиши обычно, но это рассыпчатая текстура, поэтому нужно учитывать ее тонкости. Вот так ношу на все подвижное веко, и другой кистью, более пушистой, растушевываю в складки. За что я еще очень люблю вот этот пигмент, потому что он смотрится как два оттенка. при растушевке в складке, он смотрится более сложным, чем он на самом деле есть. Сейчас мы закончим макияж глаз, и вы увидите, что это не смотрится как монотень, а смотрится как два, как минимум два или даже три оттенка с растушевками. Очень аккуратными, но на самом деле только мы знаем, что это было очень просто. Я еще люблю нанести капельку этого же самого пигмента на нижней линии роста ресниц. Далее буду наносить жидкую подводку, тоже в темно-коричневом оттенке от Айку. Мне очень нравится, как смотрится темно-коричневый оттенок на загаре и на этом оттенке пигмента. Но если вы боитесь подводки, боитесь еще стрелок, да, опасаетесь так, то можете использовать просто ваш любимый стойкий темно-коричневый карандаш. В моем случае это от Physicians Formula. Я вам очень много уже, уже уши прожужжала этими карандашами, насколько они стойкие. Сейчас покажу оттенок. Он на первый взгляд даже смотрится черным, но он помягче смотрится, особенно на загаре и вот с такими вот теплыми оттенками теней. Это карандаш. И сейчас покажу оттенок подводки. Очень похожий оттенок, как вы видите. Просто это в форме карандаша, это в форме подводки. Выбирайте то, что вам больше нравится. То, чего вы не боитесь. Стрелочки уже готовы. Еще как вариант очень крутой жидкой подводки, где есть опция темно-коричневого оттенка, это подводка от Physicians Formula. I Boost, я по-моему, называется. Опять же, вставлю линк. Буду использовать тушь от Yves Alarm в темно-таком фиолетовом-баклажановом оттенке. Как вы знаете, цветные туши еще очень-очень модны. И я реально выбрала оттенок, который темный, практически черный, но не черный и не теплый, а холодный. Потому что я очень люблю контраст. Я люблю сочетать, например, теплые оттенки теней карандаша подводки с холодным оттенком туши. Не знаю, что это на видео передается, так как оно... Ой, я уже заляпалась. Не знаю, что это на видео будет заметно, но в реальности это очень круто смотрится. А знаете, девчонки, я решила еще добавить немного коричневого карандаша на нижней вине роста ресниц, для того, чтобы образ был таким более дымчатым, более смокий, таким более секси. Вот что у нас получилось. Надеюсь, разница видна. И сейчас уже эта клякса от туши немного подсохла. Я вам покажу, как их снимать без того, чтобы нарушать, да, повреждать ваш уже практически законченный мейкап. Важно оставить это все высохнуть, хорошенечко высохнуть. И потом просто чистой ватной палочкой забрать все. Вот и все. Все у нас уже тут лицо чистенькое-чистенькое. Немного жидкого хайлайтера. Это у меня маленькая миниатюрка от Бека, которой мне хватит на 100 лет, точно. Пальчиком, опять же, пальчиком. Это очень важно при таких кремовых текстурах. Конечно же, если для вас это прям очень-очень принципиально, можно использовать кисти. Важно, чтобы они были не из натурального ворса, а из искусственного, так как кисти из натурального ворса, они впитают в себя много жидкого продукта или кремового. Все, с лицом мы закончили. Я ничего не припудриваю. Если хотите, немного припудрите лоб, может быть, носик, зону Т. Как вам это нравится, как вам это угодно. А нам остались только губки и все. Для этого модного осеннего макияжа я вам предлагаю два варианта губ. Первый вариант – это оставить губы очень-очень нейтральными и влажными, увлажненными, никаких матовых помад, ничего. Вот таких вот нюдовых оттенков. И сюда бы я вам рекомендовала вот этот вот блеск, который сейчас у меня на губах от Bare Minerals. Минеральный блеск, немного с плампинг эффектом. Или же это Clarence Instant Light Naturally Perfector в оттенке 0.6. Вот этот вот, он смотрится идентично тому, что у меня сейчас на губах. Очень такой полупрозрачный, натуральный, увлажняющий, питательный, который ваши губы просто обожают. Или же это какие-то помадки от MAC. Я вам рассказываю то, что я сейчас ношу и то, что я буду носить всю осень, да? Это, например, Patisserie или Modestie. Это такие очень питательные, кремовые, влажные. Очень красивые оттенки, сейчас покажу. Это Patisserie, он немного более такой бальзамовый, что ли, полупрозрачный. Вот он, Patisserie. Очень натуральный, как вы видите. И это Modestie. Это уже более плотная текстура, менее прозрачная, но в похожем оттенке. И тоже очень, очень такая кремовая, питательная, жирненькая на губах. Это то, что я бы вот для такого образа носила. И по желанию я бы это сочетала с карандашом для губ. Тем из вас, кто предпочитает оттенки потеплее, да, в нюде, это однозначно сабкалчур. Тем из вас, кто более холодного сезотипа, такие как я, подойдет больше Dervish. Как его называют визажисты MAC. Оттенок зацелованных губ. Обожаю. И это объяснение реально ему подходит. Вот он, сабкалчур, ближе к помадам. И Dervish чуть дальше от помады. Давайте я вам покажу оттенок Dervish на губах. Очень долгое время я не могла найти свой идеальный нюд в карандаше для губ. Потому что на мне большинство нюдов, вот такие как сабкалчур, которые большинству девочек подходят, на мне они смотрятся какими-то темно-коричневыми, ненатуральными. И когда я нашла вот этот вот Dervish, я поняла, что это оно. Поэтому, если у вас та же самая проблема, как и у меня, то Dervish вам очень понравится. И как альтернатива нюду хочу вам предложить какой-то из ярких оттенков. Не знаю, как вы, но мне... Я реально обожаю яркие губы. Это то, что мне поднимает настроение. Особенно осенью, когда-то эти вот дождливые, какие-то мрачные, какие-то бессолнечные дни. Вот. Хороший аромат, хороший парфюм. И яркие губы – это то, что мне реально поднимает настроение. Укладка, да, круглый год, но осенью это коварно, потому что сколько раз я не выхожу с укладкой из салона, начинает вот такой моросить какой-то противный дождик, у меня какие-то висят сосульки, и это мне портит еще больше настроение. Поэтому яркие губы – это более надежно, чем какие-то локоны под дождем. И я вам сегодня покажу 4 модных в этом сезоне оттенка из новой коллекции Yves Saint Laurent, которая называется Татуаж Кутюр Мат Стейн. Это именно стейн, это такая невесомая текстура, которая вообще не ощущается на губах, которая остается на долгое-долгое-долгое время и имеет матовый, но очень комфортный финиш. Сейчас я вам покажу все 4 оттенка и будем голосовать, какой вам больше нравится. Как же я люблю эту текстуру, это просто что-то. На губах вообще не чувствуется, вообще. Не зря это не ликвид, липстик, это реально стейн, мат стейн. Полностью матовая текстура, очень матовая, очень стойкая, очень невесомая текстура, прям вот прям просто реально. Идеальный матовый продукт для губ. Ну что, кому первый оттенок понравился, yes, 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 голосуем, а мы идем вперед. Кстати, аппликатор на этих помадах феноменальный. Им настолько удобно рисовать четкую ровную линию, прокрашивать диногубу, прокрашивать краешек. В общем, я не знаю, кто изобрел этот аппликатор, но это что-то из какого-то космического будущего. Вот она наша вторая красота. Какая-то такая клемантинка, коралл, апельсинка, морковка, что-то в этом роде. Очень красивый цвет, суперяркий. Ну что, девчонки, кому нравится второй образ? Лайк, лайк, лайк. Комментарии внизу, а мы переходим к третьему. И я только сейчас сообразила, что пора, наверное, снять мои невидимки, которые я... Которыми я убирала волосы для того, чтобы нанести тональный. Итак, swatchи в студию. Это у нас первый оттенок, с которого мы начинали. Вот он, холодный. Это второй, который сейчас у меня на губах. Третий оттенок у нас будет просто классический красный, но идеальный оттенок красного. Самый-самый идеальный красный. И четвертый, это такой темный, винный, бурганди, сливовый оттенок. Очень-очень даже такой осенний и зимний, хотя я предпочитаю первые три и на осень, и на зиму. Как я уже говорила, яркие, сочные оттенки у меня повышают настроение. А зимой и осенью это как нельзя. Прям как доктор прописал. Это наш классический красный, но, как я уже говорила, это тот самый идеальный красный, который подойдет и теплым, и холодным цветотипам. Он и не оранжевый, и не вишневый. Он вот прям идеальный нейтральный. Ну что, оцените этот макияж с красным. Кому нравится, ставьте плюсики, лайки и цифру 3. А мы перейдем к самому последнему, такому винному, темному, зимнему, я бы сказала, осеннему и зимнему, но на любителя. И вот он наш четвертый, самый дерзкий, самый экстремальный оттенок, я бы сказала. Это из тех оттенков, которые девушки обожают и находят очень модными, а мужчины просто шарахаются и бегут во все ноги. Я не знаю почему, но мужчины, из моего опыта, я не говорю только сейчас о своем супруге, но все те мужчины, которых я знаю, все те, которых я спрашивала, они подобные оттенки не понимают и они их как-то боятся. Поэтому такой советик девушкам, незамужним, которые еще в поиске ходят на встречи, на свидания, это не оттенок, который вы носите на свидание. Мы договорились. Ну что, девчонки, надеюсь, вам этот образ понравился. Я его буду носить всю осень, как я вам уже показывала, или с нюдовыми губами, или с каким-то из этих ярких оттенков, но в остальном это то, что на мне будет каждый-каждый день. Это те продукты, которые я сейчас просто обожаю, которые ношу ежедневно. Надеюсь, вам понравился. И да, голосуйте, какой номер помады вам понравился. Вообще нюд, или же это яркая, и из ярких какая именно. Первая, вторая, третья, четвертая. И будем сравнивать голоса. А потом я вам напишу, какой мой любимый оттенок. Все, целую, до скорой встречи, пока. Субтитры создавал DimaTorzok